привет с вами наил хорошим и наш бокс московский дорогие мои вот у нас начались рабочий будни приехал к нам значит парень егенева звать у него него 213 вот наш карбюратор посмотри же не 8 значит жалоба у тебя на чё же не снимай раз жалоба на то что холостой ход то как бы ничего но на оборотах так от 1000 до двух с половиной постоянные рывки и дергание машины двигатель работает крайне неустойчиво все понятно ребят вот я сейчас буду я зачем снимаю он обрадовался что мы снимаем этот фильм почему обрадовался сейчас сейчас научиться ребят я говорил несколько раз вот у него 39 жеклёр стоит вообще все эти 73 карбюраторы идут с 39 жеклёром ну подобран он им понимаете можно и 40 41 поставить но для этого нужно отрегулировать он идет с 39 но вот сейчас вот смотрите я вам покажу одну вещь сейчас это вот ключ вот я сейчас все восстановлю потом бетон не регулируется ребят все регулирует сейчас покажу сейчас все покажу а ты да нет не надо можно просто чуть повыше приподнять и сюда просто смотреть вот он вот он вот он ведь и он ведь его на заводе не отрегулировали нет мужики отрегулировали вот значит этот мы поставили клапан но он опять клапан сломал наш этот родной я поставил ему час вот новый клапан так жень иди заодно ты снимай просто и запусти хорошо ребята отвратительная работа ясь я его я его прекрасно понимаю отвратительной работе вот двигатель просто никуда не годится я вижу вижу же я все вижу посмотри я дальше начинаю его руки он и не работает у нас и на переходных режимах ничего как узнать мужики в чем дело при откручиваю клапан слышите слышите вот много не хочет а вот чуть-чуть найти такое положение где он обороты поднял он их поднял для этого что сделаем а возьмем просто-напросто поставим сороковой я говорил вопрос им не смотрит у него и 41 стоял но вот я сейчас поставлю 40 вот такой я сам глупить я сам сам воник может у раз продули можно можно ставить 41 можно сороковой просто положение этого винта качество будет в разных местах можно 41 можно 43 40 просто положение винта будет в разное разное положение правильного ответственно будет в разных положений совершенно верно вот и так смотри сейчас сам сам заведу все сделал сам заведу да нам сильно его откручивать ничего не меняется чуть-чуть чёрным винтиком подвергнуть левый ручок чёрный заворачивай вот хватит слишком поздно нет да нет ну что мы с тобой узнаем когда ходу тогда не поздно посмотрите вот здесь что устатанило снова сейчас будем поднимать обороты и давать ему там 1500 2000 посмотрите а ну-ка сейчас вот так сделаем то есть если не поддается зажиганием то можно попробовать топливом вырыгнуть вот сейчас смотри это же тебе обращаю вот сейчас я подниму тридцать обороты у нас поднялась переходная щель если она бедная так она будет плохо работает сейчас она бедная а вот сейчас мы ее сделаем богатой вот мы поставили 40 а я сейчас поставлю 41 опа 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 все будет замечательно вот так вот ну всего-то мы с тобой делаем ну да ничего не делаем пять минут пять минут работа и вот это мужики все все касается я уже сколько раз покажу люди говорят а вы еще раз покажите покажите еще раз но я покажу вот 41 но мы здесь вы бы был 41 но это его не трогал ты не делал мне это не этим самым не делал обороты трамблером делал но видать не туда сделал и туда сделал сейчас вот он вот на торч надо сгнуть так уж тогда под 90 под 90 до а я помогу сейчас сейчас Ну, ровненько стоит, ничего не колбасит Посмотри, я закручиваю Правильно, чтобы уменьшить проход Понятно, понятно Проход Вот мы Вот горочка появляется Сейчас, сейчас Глокнет Обратно надо Все, обратно надо, молодец Вот, достаточно Все, достаточно Теперь мы Холостой ход Мы сделаем на любом Жиклёре Хоть начиная с 37-го, с 35-го По 51-го Сделаем холостой А вот переходную систему Мы сделаем только на одном Жиклёре Нужную нам Нужную нам Систему Вот Вот смотри, я начинаю Поднимать Прокладки Прокладки Новые все Работает, проверял Ага, я так же ее проверял Сейчас должны поменяться обороты Ага Сейчас смотри, я тебя попрошу сделать то же самое Левой, одной рукой сюда Смотри, смотришь Камеру А Правой Или наоборот Не в левую руку А правой Я буду вот так пальцем показывать Ты будешь поднимать Опускать Поднимать Ага 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 Поднимите Что дIN Силы Что ты Что Что А Что Черт 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 Ага Что 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 Бух Черт Черт Соскочил Вот мы все выбрали Сейчас посмотрим твои печи Вот ровно-то работает Соскочил Сейчас все Все нормально, обороты нормальные Сходи там Иди сюда Посмотри Четыре выстрела Угу Убери руку Вот видишь Еще есть Пук-пук А мы сейчас Значит Поняли как делать Ребята У нас все почти что получилось Сейчас мы будем смотреть Саша Выключишь Время на паузу А мы будем смотреть У нас могут быть провода Могут быть свечи Согласен? Конечно Итак, ребята Мы У нас опять Пук-пук-пук Происходит Я так про себя думаю Надо что-то посмотреть Провода у нас хорошие Где-то По три По четыре Килоома Свечи Вот тоже Хорошие Но не все Сейчас вот Вторую Сейчас вот Четвертую Посмотрим Свечу Говорит У меня все белые Я верю Мужики Я всегда всем Все верю Это работает Ребят Три свечи Вот работают А вот сейчас Вот эту свечку Вы знаете Я уже говорил Как-то раз Это Ну вот этот Вот Чем он Хорош Чем Его можно Зазор Даже Кто У кого Слух Хороший Зазор Чем Больше Зазор Чем Частота Меньше По Басовите По Наверное Тут Там А вот Когда Эти Зазор Маленько На Что А вообще Бывает Совсем Маленький Вот Видишь Сейчас Мы снимем у него первый цилиндр и проверим все все конечно можно можно сейчас проверим мужики вот на такие нюансы надо обращать внимание пропуски искрабозования могут быть не только из-за раннего зажигания там или из-за жиклера маленького что там такое просто долбануться можно в переводе на букву е вот давай мне чтобы на солнце из че такое где зазор вот его я хочу это такое что ты вот и летит не я зазор то нет 0 ты помнишь ролик был у меня приехали два этих зубных а и у них и зазор вообще никакого мы горит нам сказали на 0 1 поставьте на 0 1 надо меньше был 0 9 поставь 0 0 8 тогда будет газа вроде бы ничего не надо было трогать кого не слушайте они поставили по 01 02 машина еле-еле приехала стреляет кашляет ну чуть такой ну уже ну на 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 самом деле дети 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 же нет плохо брат маленький зазор как на классике сейчас я все возьму сделаю зазоры но этот пойдет ну тоже тоже для классики придумал не попала меня сейчас я попаду катетер убрать отсюда ладно ничего страшного я же выкручиваю у меня была свечка раз сломалась ее 3 грамм напильником оттуда выворачивал это еще и журнал за рулем совет по ну здесь нам такая же история все они такие побитые жизни сейчас я смотри сейчас я вот так возьму льти смогу потом возьму значит и пойдем с тобой пустое да то я донесу ленису 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 а ну давай пойдем Иди сюда солнышко. Снимай потихоньку. Потом мы только-то не... Берем щуп. 0,8. Круглый. Круглый. Почему круглый? Можно и такой. Кто сказал? Хорошо. Объясни, почему круглый? А там выработка может быть. Выработка? Вот у тебя нету. У меня новые они. Потом. Ну давай, выработка. Хорошо. Ладно. Пусть будет выработка. Пусть будет. Я не понимаю. Сейчас я всех спрошу. Вот сейчас я вот здесь вот уберу. А ты заодно будешь... Я не понимаю. Может мне кто объяснит? Может кто-то объяснит мне. Вот у нас свеча. Здесь у нас резьбовая часть. Вот у нас электрод. Центральный. Это... Это у нас изолятор. Вот электрод. А здесь вот так вот. Ну, я нарисую его вот так. С выработкой. Допустим, это у нас выработка. А это искра вот эта маленькая такая, да? Нет, это не искра. Это... А, центральный электрод. 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 Искренят. Вот мы сейчас... Я согласен. Так вот, бить-то будет вот... Сейчас... Сейчас я нарисую вот... Валять рука. Вот электрод вот этот самый большой. Ага. А вот... А вот... Боковой. Боковой. Типа с выработкой. Вот он вот сюда и выходит. Ага. Ну, допустим, допустим. Вот. Вот якобы нужно этот... А вот нету... Нету этого... Этого выработки нету. Придёт... Куда даст искру? Вот отсюда, вот сюда. Правильно. Вот отсюда сюда даст. По короткому пути самому. Совершенно верно. Я... Я сделаю, значит, щупом. И у меня щуп вот так вот. А здесь будет щуп стоять. И он вот мне ровно её выставит. А туда оно вообще не пойдёт. Искрая. Вообще не пойдёт. Вот я не электрик. А знаю. Знаю, что так будет. Сейчас я найду. Вот здесь старый. Щуп. Я думаю, где же я видел хороший щуп-то? Ну, в руководстве там написано для... Это 1.1 должен быть зазор. Не-не-не-не. 1.1 это для инжекторных. Хорошо. Ты электрик, автоэлектрик. Не авто. Ну, нет, да. Чем руководствуются автопромышленники, назначая жиклер, скажем, там, ну, там, 0,9, 0,8, 0,5, 0,6, там, скажем, 1,1, там, полтора миллиметра. Энергии искры. Совершенно верно. Ну, здесь электронное зажигание. Здесь электронное зажигание, но... Ну, зазор побольше, значит. Зазор... Ну, здесь 0,8, 0,9, я ставлю 0,85. Нет проблем. Я ставлю 0,85. В классической системе энергии не такая сильная, поэтому там поменьше, здесь побольше. Потери пока идут до... Сейчас я... Да нет, идут ржавые, ржавые, ничего не видно. Давайте я посмотрю. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот он. Вот он. 0,08. Вот как раз 8, 9, 10. 0,8. Вот. Вот сейчас мы... Начинаем колдовать. Начинаем колдовать. Не лезет. Не лезет. Батка, не лезет. Он говорит, сынок, да ты кринку, кринку помашь. Кринка, батка, не лезет. Да вышли, мазал. Вот видишь? Вот. Вот сейчас у нас с тобой опять 0,8. Простой. 0,7. 0,8. Сейчас, блядь. Рука, блядь, совсем ободурела. Смотри. Вообще близко не лезет. Ну, близко не лезет. Смотри, что творится. А мы говорим, да нет, нет, я вот, я вот. Зачем? Маленькие пассатижки. Вот чуть-чуть маленькие пассатижки сейчас. Тут проще, наверное, этим бокорезами там влезать. А вот что? Да. Опять не лезет. Сейчас, сейчас сделаем. Ну, тут бокорезами, пожалуйста, можем. О! Пошла жара. Массовка. Вот такие вещи. Вот сейчас я больше чем уверен, все будет прекрасно. Вроде все мелочи, а из них все сложилось и ничего не поехало. Ну, смотри, вообще не лезет. Вот смотри. Посмотри. Угу. Ну, вот они твои пук-пук. Сейчас зажигание будем обратно убирать. Естественно. Ну, а ты говоришь, свечи белые. Да они-то белые. Только они у нас белые, это черт с ним. Черт с ним, что они белые. Они должны работать хорошо. Они у нас не работают. Как следует. Ни одного зазора правильного нет. Я рассказывал. Я просто... Пусть посмеются мужики. Пауза затянулась. Значит, это... Одному говорю, ты говорю, я пока свечи выкручиваю, а ты зазор сделай. Я четыре свечи выкрутил. Ну, а я ему щуп дал, все, все дал. А он никак не может делать один зазор. Я говорю, что делаешь? Он берет молоток. Вот так вот бьет. Я говорю, зачем? Сейчас электрод выйдет. Не будет зазор. Бывает, бывает, бывает. Всякие люди есть. Всякие люди есть. На земном свете. На земном свете. Вот. Мы теперь ее оставим. Ну, понял. Поближе. Эту, чтобы не... А, чтобы висело. Сейчас я вот возьму счет, чтобы аппарат там не... Пескострой надо купить. Вот все с этим... Своим напарником Максимом. Где-то видел в магазине пескострой аппарат. Маленький, хороший, аккуратненький. Нужно вот этот... Нам больше всего ценен вот этот изолятор. Как контакт. Искра сюда приходит, она идет на этот электрод. А зачем? Зачем мучиться пробивать зазор, когда сразу стечь надо по этому саже. Угу. Зачем мучиться? Тем более, они еще замкнуты. Поэтому, когда свечи замызганы, тем более, никакой искры не будет. Конечно. Ну, якобы, она пропустит. Да все, она пропустит, но везде энергия по чуть-чуть пропадает, и в результате машина не едет никак. Да. Вообще не заводится. А теперь проверим. У меня вот все говорят. Фигня этот прибор. Нет, ребята. Прибор самый ценный. Я люблю им работать. Тестер быстрый, удобный. Вот. Там... Там буква R есть. Есть. С резистором. С резистором. А я люблю без резистора. Что было, тем богато. Я понял. Вот. Туда смотри. Вот. Видно и скрыт. Сейчас даже слышу. Вон, видишь, лампочка. Вот. Угу. Угу. Я слышу, она трещит. Хорошо. Но если на черном фоне... Вот. Да нет, нет. Ты... Вот. Вот сюда. Вот. Вот. Тихо. Видно искренне. Видно. Слабенько. А ты думаешь, почему ее плохо видно? Да потому что R буква стоит. Хорошая. Причем мы сейчас померим, какой R там. Можно. 5 килоом, наверное. Все работает. Это... Как надо себя не любить, чтобы свечи... Свечи, чтобы вот такие были. Вот. Вот такие вот свечи. Поэтому надо... Надо... Круглым надо... Щупом. Я говорю, сейчас. Надо доводить до такого. Чуть съели свечи, тоненькие стали. Ну, замените. Будет все хорошо. Все. Пойдемте туда. Угу. Угу. Итак, друзья мои, мы на дороге. С Евгением. Значит, пришлось немножко откорректировать угол обережения зажигания. Но сейчас вроде бы все устаканилось. В натяг. Да. Вон прямо, а потом налево здесь. В насрел налево. Да, да, да. Вот. Ты понял? Тут можно здесь свернуть на второй путь. Я понял. Сейчас надо немножко будет холостым брать. Да это холостым уберем. Смотри, смотри, что делает. И главное, гудит ведь. Она бежит за этим, за автобусом. И жизнь свою заканчивает. Вчера показывали телевизор. Мальчишки маленькие, один-два годика, другой четыре или пять. С шестого этажа упали. Один так упал, а другой цеплялся, цеплялся. И тоже упал. Нет, оба живы. Ну, хорошо. Поймали. Вот так вот. Жень, это уберем вороты. Это ерунда. А это винтовки к руки чудов. Она сейчас по динамике веселее, чем мой ларгус ходит. Ну, вообще чувствуется немножко, она не совсем ровно работает. Но, в общем-то, это терпимо. Ну-ка. Чего? Ну, мол, больше. Так. Поехали. Ой, 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 я как привык газовать в такой-то бедовой ситуации сейчас. Пропустим. А, вот здесь, чтобы никого не были пропустили. Опа. Так, теперь нам проверят. Ага. Вот нам дом. Вон куда-то такси поехал, да? Да, 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 да. Так, рельсы какие-то. Рельсы, рельсы, спал, спал. Еще это лежак. Так, туда в бок. Да, 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 да. Смотри, ты какой эти трамвай. А, вверху все видно. Так, это я резко нажал, это у меня и ларгус так же прыгает. Не беда. Дорогие друзья, мы заканчиваем наш ролик. Вы все видели, с нами вместе ремонтировали. Жень, ты сейчас в курсе, как исправлять вот такую вот беду? Конечно, в курсе. Все вот это доступно и понятно изложено. То есть, доступно и понятно. Значит, убираем угол опережения, не помогает, ищем другую причину. Диаметр заклевра. Все, эти два пункта просто убийственно работают. Убивают любые такие вот тонкости, неисправности. Я еще раз хочу остановиться вот на чем. Для всех, для всего сообщества и ютуба. Мужики, запомните. Холостой ход мы можем сделать и на 35, 36, 37 и так до 50. А вот переходный режим мы не можем подобрать. Будет богатый у нас 50. 46, 45, 44 будут богатые. Нужно подобрать такой, который и богатая, и бедная смесь будут провоцировать рыбки. Но мало как ты тебе к дросси. Ну, я называю это дворовая езда. По двору. Выезжай ты из двора. Там детишки везде. И тихонечко все, она дюк-дюк-дюк-дюк. Ну, и в пробке тоже самое. И в пробках тоже самое. Вот она, вы чуть-чуть дали, она должна ровненько поехать. Ребята, давайте на этом. Вот Максим подошел. Всем привет. Парник мой. Значит, давайте на этом откланимся. Всем до новых встреч, до новых роликов. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok